доброго здоровьица я вас как-то предупреждал чтобы вы использовали одно средство если вы что-то начали делать ну грубо говоря если начали пить керосин только керосин если начали пить соду только соду если что-то перекис водорода то тогда перекис водорода не надо все это совмещать потому что тогда получается что-то непонятное и в итоге человек не поймет что с ним произошло почему это произошло и естественно он в панике ему плохо в зависимости от того насколько насколько можно ну будем говорить различными средствами плюс изначальное состояние человека вот это все налаживается друг на друга и получается что-то такое весьма нехорошее ну вот читаю сообщение я значит применяю соду применяю перекис водорода и я вот сжег желудок после того особенно как он пишет скушал яблок а яблоки как правило содержит фруктовые кислоты то возникает естественно раздражение желудка но тут следует упорядочить смотрите если первое от чего может быть вот сжечь желудок печет там и неприятное явление первое это неправильное употребление пищевой соды я вас предупреждал ее принимают только один раз утром натощак потому что я сам помню как бы ты не умудрялся в течение дня еще разок ее выпить вот для того чтобы еще лучше там будет выходило так что мы не понимаем что пищеварение у нас идет не один час и даже не два часа то есть пища находится в желудке она может находиться в желудке в зависимости от того что вы съели например если вы жирное съели она может находиться там до четырех часов и более поэтому вы думаете что все уже закончилось принимаете соду там идет процесс и пошло значит взаимодействие соды с кислым содержимым и вот вам пожалуйста неприятные вещи но вот когда вы ее употребляете правильно то есть погасили взяли чайную ложечку положили в стаканчик с водой крутым кипятком залили пол стакана она прошипела и добавили прохладной воды еще пол стакана у вас получился стакан и утром натощак вы встали выпили все этого ничего не будет это правильное употребление далее если если у вас изначально были какие-то проблемы с желудком то есть какая-то там слизистая слабая не так вырабатывается слизь которая обволакивает стенки желудка то могут быть проблемы то есть как из этого положения выходить ни в коем случае не употреблять чего-либо кислого ну вот еще кисломолочное я там допущу она там обладает обволакивающими свойствами там молоко в данном случае теплое запомните желудок любит теплое то есть если у вас после вот такого вот употребления пищевой соды возникло жжение вы чувствуете что вот что-то там с желудком случилось значит что надо сделать первое конечно можно просто-напросто поголодать человек поголодал если он знает как голодать 2-3 дня слизистая желудка восстанавливается очень быстро если голодать не можете не надо значит что надо делать надо успокоить его для этого применяется пища не раздражающая а слизисодержащая это прежде всего смотрите что можно использовать можно использовать хорошенько разваленную овсяную кашу то есть вот так чтобы она была развалена 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 возможно даже здесь ее можно сделать и на молоке потому что молоко за счет своих вот жирка который там содержится будет способствовать тому и сама слизь из овса она обволакивает успокаивая то есть вы попринимали вот такую вот пищу вот и потом потихонечку можете переходить на иное питание можно использовать морковный сок а вот морковный сок в котором есть каротин способствующий тому что восстанавливаются слизистые оболочки и причем он должен вы знаете вот есть вот горчинка морковка а вам надо чтобы она была сладенькая то есть вот такую вот морковочку использовать сок и опять таки немного пополстаканчика там перед едой а дальше можно опять таки кашка то есть это хорошее средство для того чтобы восстановить наш желудок вот и еще разок повторю значит можно поголодать первое второе можно использовать хорошо разваренную овсяную кашу а также картошку мятку она тоже обладает обволакивающими свойствами туда добавляйте масло сливочного по вкусу но не особо лучше что конечно отопленного масла как в ту кашу так и в эту и морковный сок вот эти вот средства будут способствовать тому что вы восстановите желудок кислого не использовать гробого не использовать вот посидите на кашках можно естественно там отварить там яйцо скушать такую смяточку тоже будет хорошая вещь полезна значит не увлекайтесь вот этими вот в одно время применяйте кучу различных средств чтобы у вас не было вот таких вот подобных явлений вот так вот вот так вот мне их 한번 измерить безумно внимание у нас